На 101.fm программа «Особое мнение». Вот Николай Голиков уже вышел в эфир раньше меня. Я успел сказать это слово, да? Мне кажется, успели, Николай. Я напомню, что у нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» наш постоянный эксперт и мой коллега-ведущий нашей радиостанции Николай Голиков. Я напомню, что задавать вопросы нашему спикеру вы можете на сайте eho.kirva.ru в разделе «Анонсы». Он у меня прямо сейчас открыт. И если у вас будут вопросы, комментарии или пожелания, можете писать туда, в ходе программы. Ну, можно, Юль, я во-первых скажу, добрый день, уважаемые слушатели. Пожелаю всем приятного аппетита. Без этого нельзя. И, кроме того, извинюсь и перед тобой, и перед нашими слушателями. Я не вполне здоров. Я принимаю таблетки. Поэтому, если вдруг я свою ведущую назову, вернее, Юлию, а Светланой, не удивляйтесь. А он все откликнешь, не пожалеешь. Николай, я откликаюсь. И мало ли, например, губернатора назову по привычке Владимиром Диловичем, тоже не удивляйтесь. Потому что, да, даже оскорили тот действует мне, она может, да. Я постараюсь такой ошибки не делать. Ну что же, давайте начнем. Николай, вот журналистское сообщество последние несколько дней активно обсуждает вашу статью, которую вы написали для журнала «Товар. Деньги. Товар». Она лежит сейчас на сайте и называется «Прекрасно. Деревенский дефектив». Во-первых, Юлия, это не статья. Это, на самом деле, текст моего выступления, уже, так сказать, расшифрованный из записи на диктофоне. Я выступал, есть такое у нас сообщество, называется «Авиатский экономический клуб», такое довольно-таки неформальное, в которое входят молодые предприниматели, и не очень молодые тоже, и какие-то руководители предприятий, люди, которые специализируются на финансах, на аудите, на бухгалтерии и так далее, которые периодически собираются и обсуждают насущные проблемы и своего бизнеса, и ситуации в стране и в мире в целом. И получилось так, что на одной из встреч резисла о том, а есть ли вообще-то что-то в Кировской области успешное, да? То есть, когда все стали говорить, что все у нас плохо, и кто-то сказал, что у нас все хорошо с сельским хозяйством. И так как я еще, работая в особой газете регулярно, статистику шурудил, я вспомнил, что там как-то все вроде бы не очень было в шоколаде, и говорю, давайте, ребят, в этом разберемся. И подготовил вот этот самый, да, это просто доклад. Это не статья, то есть она лишена каких-то там художественных вывертов. Ну, не совсем лишена, ну ладно. А вот. И поэтому там просто рассказывается о том, с точки зрения довольно-таки сухой, очень много цифр. Ну, во время доклада все-таки была презентация, был экран, где были нарисованы диаграммы какие-то, и графики. Все было гораздо нагляднее. А здесь все пришлось перевести вот именно в цифры и в проценты. Поэтому она довольно-таки тяжелая и большая. Ну, тем не менее, вот я ее изучила, прочитала. Если честно, у меня из статьи возникло ощущение, что вас зацепило бюджетное послание в Рио губернатора, который в своем бюджетном послании, опять же, похвалил Котлячкова за хорошие достижения в отрасли сельского хозяйства. Ну, во-первых, он не хвалил Котлячкова, он просто сказал, что у нас в сельском хозяйстве есть определенное достижение. Для губернатора, который находится в области 3 месяца, я думаю, это вполне нормально сказано, потому что если смотреть по текущему году, по сравнению с предыдущим, то есть если брать просто вот этот период, то это на самом деле редко. Вот если бы есть какие-то позитивные изменения. Но еще раз говорю, это только вот в краткосрочном таком вот варианте, что в 16-м году по сравнению с 15-м. Потому что вот я как раз взял период всего руководства, когда Алексей Алексеевич Котлячков возглавил наш Минсельхозпрод, тогда еще Департамент сельского хозяйства и продовольствия, это было в 2004 году, после того, как предыдущий министр на постоянное здоровье ушел, к сожалению. И вот за этот период я просто сделал обыкновенный такой сугубо математический анализ, то есть взял данные Росстата и посмотрел, что у нас, как изменилось. — А вот как Вы считаете, в чем вообще секрет Котлячкова состоит? Он работает уже при третьем губернаторе, причем Васильев поменял, ну вот не соврать, всю команду. — Нет, не всю. Почему? До сих пор там, по-моему, у нас четыре человека из прежней команды присутствуют. Это и Котлячков, и Скальный, и Михеев, и, насколько я знаю, Зорин. — Ну, хорошо. — Пока все четверо еще на месте. — Хорошо, ладно. — Вот. Но когда еще только мы... Только-только приехал Васильев, мы собирались экспертным советом и обсуждали, вот как оценить и как понять, вот в какую сторону будет двигаться у нас новый губернатор, мы еще сказали, что давайте подождем, когда правительство почистят, и по тем фамилиям, которые там останутся, можно будет судить, какой из наших, скажем так, элитных группировок... — Взяла вверх. — Да, не то, чтобы взяла вверх. Все равно губернатор, он не может летать, как, знаешь, как Божий Дух над океаном, да, над водной гладью, да, он должен на что-то опираться на новой местности, то есть на что-то все равно нужно опираться. Поэтому можно было понять, на какой из предложенных плечей он оперся. И судя по тому, что у нас остались, как минимум, вот Андрей Борисович Скальный и Алексей Алексеевич Кокичков, мы как бы уже сделали выпад, что он оперся на то самое плечо, которое мы обычно связываем с фамилиями Кипостного, Гозмана и Грязина. — Это хорошо или плохо? — Это не хорошо и не плохо, это просто выбор губернатора, и мы должны пока его уважать, у нас нет оснований ему не доверять, скажем так. — Ну а вот вы для себя этот выбор как-то объясняете? — Я уже объяснил его, потому что нужно все равно иметь некую опору. Все равно, когда он едет в область, он имеет некие рекомендации от людей, которых он знает, которые более-менее разбираются в ситуации в области. Он не может просто приехать и всех разогнать. Так ведь? — Ну, логично. — Поэтому пока его выбор таков, дальше будем смотреть. — А почему не на силовиков, например? — Я не думаю, что есть проблемы с силовиками, но управлять областью методом силовиков невозможно. Управлять областью методом правительства Кировской области. Так ведь? А и туда посадить силовиков тоже невозможно. — Нет, нет, я имею в виду, ну, опираться, да, опираться на силовиков. Ведь никто из перечисленных вами фамилий не введен в состав правительства. — Нет, я думаю так, что должно быть, во-первых, по некоторым отраслям сохраняться преемственности эти отрасли, которые как раз контролируются теми людьми, о которых я сказал. То есть это вопрос культуры. Мы сами знаем, что Валерий Васильевич Крепостнов активно работает в области культуры, поэтому министр остался на месте. И сельское хозяйство, где как бы названы, ну, трое товарищей, тоже имеют свои интересы, довольно-таки большие, обширные. Вот. Но здесь дело даже не совсем в том, кто именно эти люди. Дело в том, что получается, если посмотреть на вот этот период, да, вот эти 13 лет, получается, с 2014 года по 2015 исключительно, потому что я не стал брать данные там за три квартала, я стал брать просто по итогам года, то есть по 2015 год исключительно. Вот. Получается, что за это время в сельском хозяйстве были произведены довольно-таки сильные изменения, которые в том числе привели к очень таким, я думаю, неблагоприятным последствиям, вот. То есть изменилась структура нашего сельхозпроизводства и изменились его показатели. Показатели, причем, изменились не в лучшую сторону, так же, как и структура по сравнению с тем, что вокруг нас происходит, да? То есть всегда можно сравнить с тем, что происходит вокруг нас, в России, в Северном, или там, в Приволжском округе. Да, вот. И вот эти изменения, которые отличают нас от России, от ПФО, я как раз попытался привести. Это очень резкое снижение роли частного сектора, это очень странное распределение государственной поддержки, это ликвидация рынков, которые у нас были ликвидированы в течение одного года, из 70 рынков, которые были на начало седьмого года у нас осталось, к концу седьмого года осталось 16. Вот. И вот об этом я как раз, как бы, собственно говоря, свой доклад и подготовил, ну, снаблив его соответствующими цифрами. Ну, вот, Николай, я хочу еще вернуться с вами к этой теме после перерыва, сейчас мы должны буквально на минутку прерваться. Я напомню, что это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Говорим мы пока о сельском хозяйстве. Мы еще не начали говорить, Юж, мы еще вокруг да около входим. Вокруг да около. Вернемся через минуту и поговорим. Мы возвращаемся в эфир на 101.fm, программа «Особое мнение». У микрофона все так же Юлия Фанасьева, и напротив меня все так же Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар». Ну что же, давайте продолжать про сельское хозяйство. И вот конкретно, да, хочу привести цифры. В вашем выступлении, тире статье, вы приводите цифры со ссылкой на Росстат, например, о том, что объем продукции и животноводства у нас упал почти на 28%, при том, что по России этот показатель вырос на 31%. А по Приволжскому округу на 10%. Да, по Приволжскому округу. Это имеется в виду показатель объема производства продукции и животноводства в сопоставимых ценах. То есть речь идет о том, что у нас же еще инфляция, не забывай, да, если брать цены на данный год и посмотреть на вот этот график, как у нас, у нас получается так, что в принципе все не так и плохо. Но как только ты это приводишь в соответствие с реальной инфляцией, которая есть, если данный рост, это тоже. Получается, что каждый год мы тихонечко-тихонечко, на процентик, на два, на три снижали это производство. Иногда чуть-чуть повышали по отношению к приезжему году, а в сумме вот за эти 13 лет у нас, да, объем производства продукции и животноводства, если брать вынос сопоставимых ценах, упал на 27%. И я как раз с чего и начинаю свое, так сказать, выступление с того, что я не считаю это нормальным, я не считаю это успехом, я не считаю, что отрасль нужно за что-то хвалить. Это отрасль у нас провалилась. И дальше я пытаюсь разобраться, почему именно такое произошло. Ну вот смотрите, так на самом деле практически там по многим пунктам вы там разбираете и надои, и на корову. Надои на корову, это вообще довольно забавный показатель, понимаешь, у нас никто же не считает производство водки на один спиртоводочный завод, да. У нас как-то принято считать все-таки все на душу населения, да. То есть потребителями молока все-таки являются не коровы, хотя они тоже его, соответственно, убьют, да. Все-таки потребители это население. И вот когда приводят цифры надои на одну корову, это, конечно, показатель продуктивности коровы, но это не показатель работы в отрасли, потому что на самом деле конечный потребитель. И судить можно только по потреблению, по производству на душу населения, вот, или по крайней мере какой-то динамике этого производства. А насчет молока я как раз об этом сразу пишу, что в сравнении с 2003 годом, последним до Кличковкин годом, молока произведено у нас в области на 1% меньше, хотя только о молоке мы в последнее время и говорим. Сколько туда вбухано денег, я уже не берусь сказать. У нас каждый год идет поддержка сельхозпроизводителей. Это миллиарды в этом году, по-моему, полтора миллиарда запланировано на следующий год, да? По-моему, на следующий год это одна из немногих отраслей, в которых запланировано повышение. Да, да, да. То есть еще вбухают полтора миллиарда, еще добавят один процентик, скажут, вот мы добавили один процентик. А по сравнению с теми временами, когда этой господдержки практически не было, она была очень мала. На самом деле идет падение. Ну, вот я и говорю о том, что так практически со всеми показателями происходит, да, там, животноводство, поголовье, молоко. По мясу страшно говорить просто по птице. Вы сами знаете, что мы просто в три дня лишились целой отрасли и подарили ее соседям, да? То есть, потому что, вот я как раз пишу, один из огрехов в политике Котлячкова, он же как объявил, будем поддерживать эффективных, а неэффективные потянутся сами. А потом были крупные. То есть я это называю, если вспомнить такого Рональда Рейгана, да, то была такая рейгономика, он сказал, что мы будем помогать богатым, бедные подтянутся сами. У нас получилось, как стали помогать богатым, а бедные просто стали дохнуть. Дохнуть стали бедные, потому что сельское хозяйство должно поддерживаться все, начиная от частника и кончая крупным предприятием. Как это происходит во всех странах мира? Везде есть поддержка села, везде поддерживают, во-первых, частника, потому что как раз частник-то наиболее зависим как бы от этого, он наиболее уязвим. И потом уже идет дальше и дальше. Крупные предприятия, в принципе, считается, что должны уже как бы более-менее сами жить, потому что они крупные, у них большие фонды, у них большой запас прочности, у них есть подушка безопасности. У нас все наоборот, поставлено с ног на голову. А почему вот этот частник, да, личное подсобное хозяйство это у нас называется, почему он так нужен и так важен? Ну вот смотри, взять любое, вот тоже взять ту же нашу куриную мясную отрасль, да, где все было сосредоточено на предприятиях одного холдинга Кер-Хлеб. Возникли финансовые проблемы у холдинга, три дня наши из фабрики остались без электричества и корма, все куры сдохли, все куры сдохли, потому что все зависит на энергетике, все крупное хозяйство, оно полностью энергозависимое. Случись блэкаут, там, ураган, там, или ледяной дождь какой-нибудь пройдет, там, не дай бог, конечно, да. И вот такая же точно пауза дня в три-четыре в энергоснабжении, она обернется тем, что мы также точно решимся в поголовье других животных. Помнишь, как в Словодском районе целая стада коров подохла без формы? Вот это же самое произойдет, вот это минусы укропления. Потому что, вот смотри, когда даже была там катастрофа в 17-м году, полная катастрофа в 17-м году, то как горожане выживали? Брали какую-то одежду, там, или мебель, шли на рынок, меняли на мясо. Сейчас мы придем на рынок, а кто с мясом-то придет? Никто не придет с мясом. Это очень большой ущерб для безопасности, продовольственной безопасности в нашей территории. Потому что частник – это основа сельского хозяйства везде и всюду. Если сравнивать, как даже в окружающих нас территориях, где там на долю участника приходится по 40-50% общего продукта регионального, а у нас это 7-5%. То есть у нас абсолютно он вытеснен за пределы вот этого рынка. Вот, смотрите, Николай, вы можете мне объяснить? Я так думаю, что эти цифры в сравнении с другими регионами ПФО, в сравнении со всей Россией, видите, не только вы. В правительстве тоже существует не один Алексей Алексеевич, Котличков, наверное, существует. Я думаю, Алексей Алексеевич прекрасно эти цифры знает. И другие люди, да, которые могут анализировать банальную статистику. А почему на протяжении нескольких... Нет, ну, Юль, вот смотри, я просто напомню, как, когда сказали, ой, я обещал не называть это имя, но когда Никите Юрьевичу сказали, что вот у нас такая ситуация с частником, да он сказал, у нас просто крестьяне ленивые. Не хотят работать крестьяне, понимаешь? Трудно им там корову дает, трудно им содержать, его кормить и так далее. Вот поэтому у нас более часть никому мешает. Понимаешь, можно и так объяснить. Сам Алексей Алексеевич, по-моему, если не дай Бог соврать, объяснил так, что у нас климатические условия такие, что на частном подворье держать невыгодно скот. Хотя, я не знаю, он, конечно, он очень много ездит по области, он прекрасно знает, какие у нас климатические условия, какие у нас на севере офигенные, обалденные луга, там, тот же Афанайсовский район, где там эти заливные просто луга, там, округ камни, я не знаю, там можно слонов выращивать, и они все будут молоко давать, да. Он прекрасно это знает, он прекрасно должен помнить, что в 70-е годы к нам сюда, в Советском Союзе, еще в Кировскую область приезжали, там, из Швейцарии сыроделы, и смотрели наши травы, и восхищались тем, что у нас состав трав такой же, как у них на Альпийских лугах, только у них высоко, а у нас рядом, в Кудасиновском районе, понимаешь? Он все это прекрасно знает. Но он должен выполнить определенную задачу. Все-таки, не забывай, Юль, Юль, частник – это конкурент. Помнишь, как киоски сносили в город? Прекрасно. Прекрасно. Почему объяснили? А, у нас город плохо выглядит из-за них, да? То есть частник торгует во всем мире, на всех улицах нормально. Туристы едут, покупают, там, жители покупают, каждый житель там Англии покупает мясо у частника. Он знает, что у него всегда хорошая там парная говядка и так далее. Знаете, на рынках Европы наш Роспотребнадзор, мне кажется, умер бы от разрыва сердца, когда бы увидел, что там происходит. В том-то и дело. И нормально люди живут, и живут лучше нас. У нас это как конкурент был воспринят. Я начал с того, что Алексей Алексеевич Кричков представляет правительственные интересы вполне понятных людей, которые делают сельхозяйственный бизнес. Это очень рентабельный бизнес. В советское время рентабельность предприятий сельского хозяйства была 60%. Об этом цифра, которая, так сказать, озвучена неоднократно. В наше время там порядка 25-30% рентабельность в таких ценных на молоко, которое у нас есть покупочные. Это очень рентабельное производство, где конкуренты не нужны. Если можно жить без конкурентов, то зачем они нужны? Поэтому у нас целенаправленно, начиная с 2006 года. В 2006 году у нас в области взяли и запретили подворную войско там. Почему, я не знаю. Во всей России его запретили с 1 января 2016 года в связи с принятием новых технических регламентов. В 2014 году были приняты правила, как тебе сказать, нормы, были приняты нормы того, как должны оборудоваться убойные площадки. У нас было принято это в 2006 году, и причем получилось так, что убой-то запретили, а убойных площадок не создали. Потом, когда к этому вопросу вернулись 60 лет, сказали, а что ж не создают убойные площадочки для скота, да? А сказали, так ведь никому они не нужны, потому что за это время, естественно, крестьяне со скотиной расстались. То есть ты выращиваешь скотину, ты не можешь ее забить, ты должен везти ее, дай бог, там, за 30, да, за 3-9 земель из Вернекамского района Слободской. Как ты повезешь туда на убой скотины, и как ты повезешь ее обратно? Понимаешь? Это был первый очень сильный удар по частнику, и большинство частных хозяйств его не пережили. Потому что стало просто не то, что рентабельно, невозможно заниматься этим бизнесом. Просто он потерял всякий смысл. Ну а когда до кучи еще закрыли в всех районах рынки, то есть даже если ты вырастил как-то и забил каким-то хитрым образом, получил справку ветеринарную, тебе продать-то всего негде. Ты можешь это продать теперь только ближнему крупному сельхозпредприятию, а там цены такие, что лучше в петлю. Понимаешь, дешевле зарыть эту корову, чем продавать этим вот скупщикам. У меня есть все эти данные по районам, где и как что закупают. Это вообще, Юля, это тоска. То есть люди выращивают урожай той же картошки, да, уж не говоря про мясо. Вот так вот крупное хозяйство выдавили этого частника, выдавили своего конкурента. И получили там практически в полное распоряжение область и продолжают укрупняться. Причем объясняют так, что вот эти слабые хозяйства надо укрупнять. Они не были бы слабыми, эти хозяйства, если бы в отношении их не проводилась такая политика, если бы не лишали господдержки. Как у нас является господдержка? Те же документы КСП, да, контроля счетной палаты. То есть они проверяют, вдруг оказывается, что некоторые предприятия получают господдержку, даже не представляя никаких документов необходимых. Просто вот сидишь, да, ой, господдержка пришла, да, ой, деньги на счет пришли, да. А другие люди просто не имеют информации о том, что эта господдержка распределяется. Это не я придумал, это официальный документ, контроль на счетной палаты. При такой системе, конечно же, очень многие люди отсечены от денег. Они обречены на вымирание. Любое сельское хозяйство без поддержки, оно умрет во всем мире. В Англии, во Франции, где угодно. Ну, Николай, вот смотрите, вы говорите, да, что это вопрос продовольственной безопасности, там, в конце концов, это, наверное, еще и вопрос налогов, это вопрос наполнения бюджетов, которые... Это насчет налогов. Представь, сколько мы потеряли налогов, Юль, когда у нас пропало мясное птицеводство. Предприятие, допустим, да. У нас рухнул киров хлеб, и у нас стали торговать кто? Морел, Удмуртия, Татарстан, Свердловская область, Тюмень, Архангельская область. Ну, в общем, все, кроме нас. Все, кроме нас, люди, вот эти вот налоги от нас уходят. Просто получается, что мы там боремся за каждый рубль этих налогов, что предприятия, уходящие из региона, либо ушедшие из региона, у нас вспоминаются там практически везде, во всех СМИ. Ушел крупнейший налогоплательщик, и сейчас же в любом документе по бюджету смотришь, что в связи с уходом... Уралхим, Уралхим, Уралхим ушел, у нас дыра в бюджете. А здесь мы взяли, отдали целую отрасль, и ничего об этом никто не вспоминает. Почему это допускают, почему это позволяют в такой критичной ситуации с бюджетом? Во-первых, это было позволено до такой критичной ситуации с бюджетом, когда опять-таки наш руководитель полностью доверял... Нет, но мы же понимаем, да, что, допустим, Алексей Алексеевич Котвичков остался на своей должности, да, там главный проводник этой политики, и это значит, что, видимо, дальше все будет так же. Дальше будет еще жестче. Смотри, если вот... Мы как раз начали с чего? Что он начал с того, что помогать надо эффективным предприятиям, потом постепенно это при... Уже Никите Юрьевичу превратилось в помогать надо крупным, и надо укрупнять крупное. А сейчас уже не у Котвичкова, а в докладе у Васильева говорится про некий кластер. Мне вообще непонятно, что это. Вот, кластер это уже некое единство, да, может быть, разных предприятий, но уже понятно, что очень четко очерчен круг, это можно на пальцах перечесть людей выгодоприобретателей от этого приобретения, от этого вложения, то есть, которые будут получать господдержку, а остальные от тебя получать точно не будут. То есть, это сужение продолжается, и в тихих интересах, я уже сразу сказал, оно продолжается именно в тех же интересах. Вот. Так что... Интересы, допустим, отдельной группы лиц или отдельной группы предпринимателей важнее, чем интересы, там, областного бюджета, например? А вот это не ко мне вопрос. Вот к Вам придет, когда Алексей Алексеевич, Котвичков, например, или Игорь Владимирович, спросите его, почему они так равнодушно влияют на то, как вымирают целые отрасли. А Вы-то для себя это как-то объясняете? Я не могу это объяснить для себя, вот просто так, да, то есть, дело в том, что когда идет речь о крупных деньгах, которые каким-то образом распределяются в федеральных деньгах. Это же прекрасно. Это, кстати, по-моему, так вот, если говоря простым языком, это осталась последняя отрасль, где еще есть какие-то деньги, которые можно пилить. Понимаешь? Везде все уже ужато, а населихоз производства, оно укропняется, выкропняется. Поэтому понятно, что есть люди, желающие вот эти ручки-то подставить, чтобы сюда они упали, да? Вот. У этих людей сильная позиция, и они разворачивают ситуацию так, чтобы это происходило именно вот по этой схеме. Вот как только так можно это объяснить. Это довольно-таки, я считаю, коррупционная, такая схемочка, вот, получение государственных денег и не получение этих же денег конкурентами. Ну, по большому счету, это вопрос выживаемости бизнеса. Это вопрос выживаемости определенного бизнеса, да, совершенно верно. Вот, я предлагаю закончить на этом, наверное, тему сельского хозяйства. Во второй половине программы я хочу поговорить про первые, получается, почти четыре месяца, да, губернаторства Васильева? Ну, надо посчитать, я уже как-то убился. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, да, почти четыре месяца, без четырех-пяти дней. Хочу еще поговорить с вами, ну, про результаты работы, если они есть, если их уже можно оценивать. А сейчас мы уходим на рекламу. Я напомню, это особое мнение Николая Голикова. Через пару минут вернемся. Мы возвращаемся в эфир, я напомню, что это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Николай, второй раз за эфир помянем Никиту Белых сегодня. Третий. 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 Мы очень часто стали его упоминать, поэтому давайте вот третий и последний. Хорошо. Я помню, когда Никита Юрьевич приехал в наш регион, через сто дней после своего назначения он делал большую пресс-конференцию, общался со СМИ, рассказывал там о каких-то первых итогах, о своем видении всего этого процесса. Ну и просто, ну что называется, еще раз познакомиться друг с другом. Игорь Владимирович у нас уже, как мы выяснили, почти четыре месяца. Вот как вы считаете, сто дней, да, три месяца, четыре месяца, за это время уже можно погрузиться, да, полностью в тему и какие-то там первые итоги подводить? Ну я думаю, итоги подводить рано, и вот как раз в этом отличие, мне кажется, Игоря Владимировича от Никиты Юрьевича, четвертый раз я его упоминаю, вот, он гораздо менее склонен вот к этим празднованиям каких-то дат, к отметке каких-то цифр, он более склонен как-то к деловой части вопроса, то есть мне кажется, он пока просто, на самом деле, погружается еще в работу, он еще не окончательно пока имеет информацию по тому, что происходит, вот как раз мы говорили об этом вот законопроекте, которым предполагается монетизация льгот сельским учителям, он так переносится, да, с месяца на месяц, потом на две недельки от ЗАГСобрания до ЗАГСобрания, теперь перенесли на неопределенный срок, поэтому видно, как губернатор погружается в тему, в частности, в тему тарифов, да, то есть изначально, видимо, он полагал, что принести тарифы в какую-то единую норму по области, это довольно-таки быстрый процесс, сейчас, видимо, собрав уже какую-то информацию, он понял, что это все не так и быстро, что все это сопряжено с очень большим количеством согласований контактов и прочих вещей, и что сделать вот так за две недели, это невозможно, поэтому этот законопроект отнесен уже на неопределенный срок. Я думаю, что в других отраслях, с которыми он работает, да, происходит тот же самый процесс, то есть он имеет первичную информацию, которая со временем уточняется, и в итоге оказывается все не так хорошо, надеясь, что по сельскому хозяйству когда-нибудь он тоже поймет, что все не так хорошо, со временем, то есть когда когда-нибудь прочитает ваш материал, они не в моем материале дело, просто ведь это все цифры, они не мои, не я же их достал на свет, они все есть, они все в общем доступе, вот, поэтому я думаю, он правильно совершенно делает, что не проводит никаких вот такого рода конференций, потому что это за четыре месяца что-либо сделать, что-либо изменить, да, невозможно, мы, по крайней мере, можем судить только о тех направлениях, в которых он намерен работать, да, вот судя по тому, как формируется бюджет области, да, то есть поставлена совершенно жесткая задача, она всем объяснена, и все ее прекрасно понимают, как будет из тех работа по бюджету, бюджет должен быть бездефицитным, то есть расходы должны приведены быть к доходам, понимаешь, он не потому бездефицитный, что мы где-то денег взяли и дефицит закрыли, потому что мы начинаем снижать расходы, во-вторых, это абсолютно ясная позиция, что будет усиливаться роль налоговых органов и правоохранительных в целом в части наполнения бюджета, это тоже видно, но это, это процесс, это не результат пока еще, да, пока результата как такового у нас нет, и вот цифры, которые пришли по трем кварталам, по трем кварталам уже, да, третий квартал, это практически весь квартал Васильевский, все тенденции пока сохраняются, то, что падало, то падает, то, что было, уже упало и падает дальше некуда, то там и лежит, то есть пока изменений нет, их и не может быть. Ну, логично, да, что за три месяца-то ничего изменить существенно нельзя, новая команда, новая команда, так же, как Игорь Владимирович, я полагаю, осваивается в своих отраслях, многие из них, мне кажется, не совсем по своему профилю здесь работают, но дай Бог им здоровья, управленец, он всегда управленец, как наука в управлении, это отдельная наука, вот, поэтому он правильно делает, что никаких итогов пока не подводит, это было бы просто, ну, немножко самонадеяно, и у Никиты Юрьевича так ведь и получилось, он всегда очень любил такие пресс-конференции о каких-то вот вещах, там, как уже о чем-то свершившемся, говорил о будущем времени, и всегда очень не нравилось, будущее время с будущего, именно оно неопределенное. А сколько времени нужно, по Вашему мнению, человеку, приехавшему в регион, чтобы полностью погрузиться во все процессы и досконально во всем разобраться, понять, как это вообще здесь все устроено? Ну, во-первых, это зависит от самого человека, да, и я надеюсь, что, по крайней мое такое впечатление от нашего нового руководителя региона такое, что он довольно-таки быстро все впитывает, довольно-таки быстро схватывает, и хорошо очень умеет анализировать информацию в голове, но сколько именно он на это время потребуется, извините, эта область, она большая, она территориально большая, и очень проблемная, и проблемы и на каждой территории, и на каждой отрасли. Поэтому я не знаю, сколько он потребует со временем. Чем меньше, тем лучше. Чем быстрее он все это поймет, тем лучше. А вот к бизнесу еще немного хочу вернуться. Газета «Бизнес-новости» публикует на этой неделе интервью с президентом ВТП Николаем Липатниковым, и вот они поговорили в том числе о перерегистрации предприятий, да, тем, которые мы уже затронули в первой части программы, и в частности, решит ли этот вопрос новая власть. То есть, переформулируя, заставить ли Игорь Владимирович ушедшее предприятие вернуться обратно? Заставить ушедшее предприятие вернуться обратно он не может. Нет у него таких полномочий. Так ведь? Как ты можешь заставить человеку в рамках закона зарегистрировав свое предприятие, скажем, в Москве, в Перми там или в Казани? У нас это в соответствии с федеральным законодательством все совершено законно. То есть, каких-то предприятие вернется в Кировскую область тогда, когда ему станет выгодно в ней работать. Почему люди уезжают в Казань? Потому что там выгодно работать, там по-другому работают налоговые органы, там по-другому работают правоохранительные органы, там по-другому относятся к бизнесу. У нас пока такое отношение к бизнесу еще не выработалось. А такое это какое? Бережное отношение к бизнесу. Отношение к бизнесу как к человеку, который, собственно, формирует бюджет. Понимаешь? Это не просто человек, который зарабатывает деньги, а человек, который формирует бюджет. Его надо холить и лелеять. От этого у него растет холка и лелейка. Понимаешь? У нас этого отношения нет. У нас отношение к бизнесу как к дойной корове, которую надо сегодня прямо до костей выдавить, а выживет она завтра или нет, не важно. И пока такое отношение будет, бизнес возвращаться не будет. Соответственно, ему надо будет... А в той ситуации, которая сейчас, и когда нужно на самом деле каким-то образом, каким-то чудом этот бюджет наполнить деньгами, какого-то смягчения отношения к бизнесу явно не предвидится. И, соответственно, я думаю, в ближайшие годы никто сюда не вернется. Едут в благополучные регионы. Татарстан. Отличный благополучный регион, да? Всем все про него ясно. Везде, где у нас минусы, у них плюсы. Везде, где у нас сопля, у них слеза. Там все красиво, понимаешь? Вот. Поэтому едут туда. Едут в Москву, соответственно. Едут где-то еще точки, где к бизнесу относятся уже с точки зрения хорошо сформировавшейся денежной массы там в регионе, да? Относятся как к поставщику денег в бюджет. И, соответственно, делают для него все возможное. Пока у нас такого не будет, никто к нам не вернется. Более того, насколько я знаю, еще как минимум три крупных предприятия, в ближайшие буквально дни сменят свою налоговую прописку. Так что? Ну, а почему, Николай, допустим, вот губернатор не может встретиться с руководителем предприятия? Может. Там поговорить и сказать, давайте там вы вернетесь к нам, а мы вам там что-то. А что он может обещать им? Что мы вас освободим от пресса налоговых органов? Он не правомочен такие вещи говорить. Но это он не может обещать? Конечно. А это, в общем-то, главная причина, по которой люди уезжают. Не люди, точнее, уезжают, а юридические адресы меняются. Потому что, когда предприятие там развивает, делает какой-то инвестпроект, причем согласованный с правительством Кировской области, вкладывает, берет там кредиты в банках и все прочее, а потом у него просто берут и изымают 50 миллионов рублей по очень такой спорной, да, тематике налоговой, ему, соответственно, не хочется больше сработать. Потому что он же собирался сделать что-то для области, расширить производство, увеличить количество рабочих мест, повысить свою, опять же, число налогов, количество, сумму налогов, которую он перечисляет, да. А вместо этого его тут пинают просто-напросто, да, через там суд, через что-то еще, вытаскивают с него 50 миллиончиков. Радуются, конечно, логики, но человек просто понимает, что в такой ситуации здесь оставаться нет смысла. Он просто переезжает в другой город. Ну вот, если заканчивать уже тему, там, крупного промышленного производства и предприятий, новое уголовное дело возбуждено против чиновника кировского правительства. На этот раз это бывший глава департамента промышленного развития, тот самый человек, который отвечал за крупный и очень-очень крупный бизнес в регионе, Сергей Вандышев, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Мне кажется, это очень показательное дело, потому что на моей памяти впервые чиновника привлекают к уголовной ответственности за недобросовестное исполнение своих обязанностей. Никто ж не говорит здесь о какой-то коррупционной составляющей, да, обратите внимание, никто не говорит о том. Все говорят о том, что по какой-то причине он не исключил предприятия, там, из Шабалинского района, из списка, значит, инвестиционных проектов, да, по какой-то причине. То есть он недобросовестно выполнил служебные обязанности, чем принес Кировской области ущерб в 61 миллион рублей. То есть ущерб, который принес один чиновник, я не знаю, по-моему, больше даже всех тех средств, которые получит бюджет за счет экономии на льготах. И мне очень кажется показательным и правильным примером, потому что если пошерстить не среди малоимущих граждан Кировской области, а посмотреть внимательнее на то, как работали наши чиновники последние пять лет, то бюджет можно наполнить будет гораздо сильнее, если предъявить им к возмещению эти суммы, которые из-за них область потеряла. Поэтому я думаю, что это очень хороший показательный пример, и я надеюсь, что такое дело не ограничится только Сергеем Ван Дышевым. Это тенденция не ограничится одной фамилии. Вы еще ожидаете новых уголовных дел? Да, потому что это как раз более правильный способ восполнения дыры в бюджете. Понимаешь? Закрытие дыры в бюджете. Это те люди, которые, собственно, и причинили этот ущерб. Те люди, которые привели к тому, что наш бюджет такой дырял. Они должны за это ответить. Вот у нас с вами две минуты осталось. Я еще очень хочу спросить у вас про Павла Николаевича Ануфриева. Есть ли у вас мнение и прогноз, как завершится это дело? Ну, как? Я полагаю, что его оштрафуют и не будут лишать свободы. Вот такое мое мнение. Я не знаю. Я не думаю, что за то, что он сделал из той практики, исходя, которая есть у нас в судах, будет какое-то более суровое наказание. В любом случае, понимаешь, как бы главное наказание для него уже случилось. То есть он уже исключен как бы из номенклатуры. Он уже не сможет вернуться во власть. То есть он уже как бы по нашим российским меркам получил очень такое серьезное наказание. Поэтому, наверное, просто ему еще оштрафуют, заставят возместить ущерб, так сказать, и наложат штраф. Мне кажется, вот такая перспектива этого дела. А по делу Белых? Оно здесь уже, кажется, одному Богу только ведомо. Мы опять про него. Мы опять про него. Вот. И опять же я говорю, что как бы оно уже не закончилось, для Кировского Лося не будет никакого значения. Потому что здесь уже... Он уже сюда не вернется. Здесь уже места для него нет. Ну вот на этом я предлагаю закончить наш эфир. Потому что время наше вышло. Как-то быстро. Только начали вроде бы... Ну, Николай, как всегда с вами. Я напомню, что это было особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Ведущего нашей радиостанции, постоянного эксперта и спикера. Спасибо вам за эфир. Всего доброго. У микрофона была Юлия Афанасьева. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.